Добро пожаловать! Так встречают каждого гостя в солнечной гостеприимной Адыгея, на земле потрясающих природных пейзажей и загадок истории. Республика Адыгея занимает почти 8 тысяч квадратных километров и со всех сторон окружена Краснодарским краем. Альпийские луга, густые леса, шумные водопады, а еще ущелья, каньоны и озера, от красоты которых захватывает дух. Уникальная природа ежегодно привлекает около 500 тысяч туристов. Кто-то мечтает дойти до вечных ледников и белоснежного Аштена и седовласого Фишта, а кто-то спустится с них на лыжах. Туризм открываются большие перспективы. Скоро на склонах плато Лаганаки появятся оборудованные трассы для новичков и профессионалов. А летом гости экокурорта могут познакомиться с флорой и фауной Кавказского биосферного заповедника и сохранившимися памятниками археологии. Земля Адыгея бережно хранит наследие предков, а ее жители через десятилетия проносят древние традиции. С особым трепетом сохраняют старинные рецепты национальных блюд и проводят гастрономические праздники. В День тыквы готовят необыкновенные блюда из обыкновенной тыквы. В День халюжа столы ломятся от изобилия угощений из тончайшего теста с сырной начинкой. Адыгейский сыр называют «белым золотом республики» и ежегодно проводят в его честь большой фестиваль. Сегодня в республике изготавливаются десятки видов адыгейского сыра. Свежее молоко собирают на местных фермах. Развитию животноводства, как и растеневодства – исключительное внимание. За короткий срок появились тысячи гектаров яблоневых садов. Инвестиции пришли и в энергетическую отрасль. Реализованы проекты по возведению солнечной электростанции, крупного ветропарка. На полях зареет будущий урожай. Главная агрокультура – пшеница, занимая треть возделываемых площадей в республике. Сельским хозяйством занимается большая часть населения. Городов в регионе два – адыгейской столицы республики Майкоп. Его название с адыгейского переводится как «долина яблонь». И эта долина сегодня украшена цветущими парками, зелеными аллеями, современными музеями и театрами. Повсеместно – площадкой для занятий спортом. Вузы Адыгеи предлагают более 120 образовательных программ – от гуманитарных до технических. Молодых специалистов ждут на местных предприятиях. Редукторный завод «Зарем», машиностроительный завод, бумажно-целлюлозное предприятие «Картон-Тара», производители пищевой, лесной и деревообрабатывающей промышленности, вопреки экономическим вызовам, сумели сохранить рабочие места и продолжают производить для республики и страны. Удалось снизить дотационность консолидированного бюджета региона. Продолжается и реализация социальных программ. Запущен новый водозабор и магистральный водовод. Возводятся и ремонтируются дома культуры, школы, детские сады, фапы и поликлиники. С опережением строятся новые километры дорог и квадратные метры жилья. Историческое для республики событие, столетие государственности Адыгеи, ее жители встречают под знаком созидания. Около 500 тысяч человек разных национальностей, разной культуры и вероисповедания в мире и согласии строят будущее для своих детей и трудятся во славу.